А что случилось, скажите, пожалуйста? Да ничего не случилось, просто воробство идет. А вы можете сказать, что конкретно происходит? Да, конечно, конечно. Значит, у вас ручка есть записать? Да, конечно, я слушаю вас. Сейчас, одну секунду, я вам сообщу, когда второй номер участка. Алло, записываете? Да, конечно, слушаю вас. 50, двоеточие, 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 0,1, 5,0, 3 единицы, двоеточие, 4,26. 2,6, ага. Значит, выписку вы можете заказать или я вам пришлю. Данный земельный участок принадлежит заместителю главы администрации поселения Филимонковска Беляеву Александру Сергеевичу. Он его получил в 2011 году, будучи заместителем для ведения крестьянского фермерского хозяйства. Угу. Первое. Второе. Беляев является заместителем руководителя. И его сын работает, работает, тоже в администрации поселения Филимонковска. Беляев Максим Сергеевич. Угу. Значит, для прикрытия Казакова Татьяна Николаевна глава. Татьяну Николаевну знаю лично, да. Да, лично знаете. Максима оформила в отдел, организационный отдел. Но хотя он работает под руководством СССРУ ПАП. Угу. Угу. Значит, следующее. Как идет воровство джекных средств? Подожди, а каким образом это воровство? То есть они купили, как они, переписали на себя, что ли, этот участок? Да, на себя переписали. А как это у них вышло? То есть просто так, как это, бесплатно, что ли, безвозмездно? Ну, я не знаю, как, ну, по всей вероятности, безвозмездно. Угу. Это, то есть, участки выделяли для фермеров, индивидуальным предпринимателям. Ну, а вот то, что он замглавы, в основном, у него неприципальных служащей, не имеет право. Понятно. То есть он сам себе его подарил. Сам тебе его подарил, да. А Байцово, где мирный участок? Восемьдесятсотых, ну и восемьдесятотых. Ижесей и контестуют такое? Что? Это Ижесей, это подпаля или что это, неизвестно? Кристалка фермерская 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 фермерская. А, ну, понятно. Ну, в общем, подарок себе сделал, там, миллион долларов. Угу. Ну, правильно, маркетинговый, развивается же, можно в усадьбе. А, да, 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 да. Ну, тяжело же жить. Угу. Значит, следующее воровство. Угу. Значит, бюджетные средства, как разворовываются, есть официальные фермы. Угу. 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 Юрий Николаевич, руководитель. Значит, эта фирма сделала ремонт в санк-культуре поселения Черемонковской. Угу. Ну, разваливаются, как его нет, что ли? Ну, разваливаются. В аварийной ситуации. То есть он как бы сделан, отремонтирован, но он разваливается при этом? Ну, он разваливается, да. Вода, как говорится. Угу. Ну, значит, материалы плохие использовались. Ну, да, самые дешевые. Угу. На празднике все деньги выделяются на дом культуры поселения Черемонковской. Угу. Значит, деньги выделяются и по Буценко. Угу. Значит, к примеру, 9 мая было выделено полмиллиона рублей, и Буценко эти деньги, ну, просто положил все в карманы. Там всем спонсировал за полмиллиона рублей. Это как это? И город. Это что? Это как это получается? Это звезда, что ли, такая у вас там? Ну, такая звезда, да, да. Мне кажется, Алла Пугачева меньше берет, когда в Новую Москву приезжает. Да, да. Ну, нет, Буценко у нас. Это все было доложено Судаковой Садим Николаевным. Она это занимается прикрывательством. День города 200 миллионов рублей было, ну, 20 долларов, 200 тысяч рублей было перелетено. То же самое, Пашин сел за 20 тысяч рублей. Архестры не привлекались. То есть, получается, эти деньги просто были растрачены, должны были на каких-то звезд, да, как я понимаю? Или на что? Да, 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 да. А вот положено в карман. Скажите, пожалуйста, ну, а вы, как бы, вы почему сообщили нам об этом? То есть, вам, как бы, все равно, что, как бы, на вас может оказать давление? Вы же понимаете, что вы работаете в администрации или как? А на меня уже оказывают давление. А что происходит, скажите? Ну, казахову уже угрожать ничего. А что за угроза, скажите, пожалуйста? Татьяна Николаевна такая вроде милая женщина с виду. Ну, милая женщина, ну, да, милая женщина, ну, вот угроза. Ну, как так? Вы же давно работаете в администрации? 21 года. Ну, достаточно. Новая Москва существует 4 года всего. Да, да. Но я просто возмущаюсь, что у нас происходит. И пытаюсь остаться на нет. Скажите, а почему вы раньше об этом не говорили? Почему вы не говорили об этих проблемах, об этих тратах? Вы же понимаете, что такое происходит, наверное, не только в поселении Филимонковское. Много где по Новой Москве может происходить. А потому что вот сейчас я только собрал факты, которые я могу доказать. То есть вы можете предоставить, вот то, что вы сказали, вы можете предоставить доказательство, что это не вранье, это действительно так, что это было разворовано. Да, 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 это было разворовано. Слушайте, но вы большое уважение с моей стороны, большое уважение получаете с моей стороны, как от СМИ, которые освещают проблему Новой Москвы. Если действительно так, то это должно быть обязательно афишировано, рассказано всем. Я передам обязательно информацию, как только вы сможете, хоть что-то мне предоставить, какие-то документы, может быть, на электронные... Какие вам документы могут быть? Вы смотрите, все, что вы можете предоставить, все, что у вас есть, вы говорите, какое-то подтверждение. Катастрофу выписку можно заказать в Роспроекте. Ну да, это без проблем, это не проблема, конечно. Следующее. Документы о оплате за Агибельяну, за ремонт моста, вы тоже можете в революцию заправить. Значит, следующий вопрос. Памятники восстанавливались. Памятники нашим защитникам. На памятнике было 5 миллионов рублей потрачено. По факту, эта работа стоит не больше 2 миллионов рублей. То есть 3 миллиона были украдены? Конечно, конечно. Я вас понял. А что за памятники? Не скажете, не уточните, где конкретно. Нет, памятник в деревне Старины. Старины, я волнуюсь. Где 4 памятника. Это все по документам, это можно запросить. И самому, наверное, в документе администрации ответственно предоставить. Я вас понял. Давайте в любом случае начнем работу какую-то. Давайте сейчас день начнется. Мы попробуем с кем-то связаться, поговорить на эту тему. Кто нам сможет помочь? Нет, в любом случае мы осветим. Давайте попробуем выписку получить из Росреестра, об этом участке поднять тему. Я попробую связаться вот с этим вот Агабеляновым. Значит, в Росрегистре билет мог этот участок уже перепродать, но он там, по-моему, чем задел в контактах. Понятно. Если заказывать выписку, то эту выписку нужно заказывать земельному участку, а по его истории, вот так можно сказать. В любом случае, я могу вам перезвонить в какое-то любое время, как я понимаю, завтра? Да, конечно. Вот этот номер мой. Я в своем номере звоню. Скажите, пожалуйста, можно еще раз записать точное и правильное имя, отчество? Украинский Сергей Леонидович. Сергей Леонидович, заместитель главы администрации, получается, да вы? Да, да, да. Здесь очень заместитель главы администрации. Сергей Леонидович, спасибо вам большое.